Дана АВ, САВ, СНФ. Прямая АВ, параллельная с другой СНФ. И одну боковую сторону разделили в каком-то там отношении. В отношении один отрезок в каратушке. Так вот, а другую разделили в таком же отношении, но вот этот отрезок меньше, а здесь наоборот. Вот тоже в карат. После этого провели, но как-то пересеклось диагонали. Докажите, что вот этот отрезок равен этому, а он все понятно. Боковые стороны разделены в одном и том же отношении, но по-разному. То есть в одном случае маленький отрезок внизу, а другую еще вверху. Доказать, что вот те отмеченные отрезочки обязательно одной передней. Подсказка здесь такая. Представьте себе, что вам нарисовали вот эту картину и не позволяют обделить, да? А спрашивают, как геометрически отметить, что вот эти вот отношения равны. То есть, понимаете, одно дело здесь написано. С, К, С, Д, И, К, Д. Но как сделать, чтобы это было ясно из чертежа? Ответ. Теорема Фалеса. То есть, вот мы знаем, что здесь в К раз больше, чем здесь. Мы можем взять и провести параллельно вот этой диагонали. Примерно вот так. Согласны? Прямую, давайте я ее как-нибудь обозначу, точку. Например, точка М, а вот эта будет точка К. Так вот, прямая М, К параллельно диагонали В, Д. Отлично. Тогда вы понимаете, что эти два отрезка будут тоже относиться как один к К. Согласны? Ну, давайте я здесь поставлю какую-то длину, не знаю, как А, а здесь будет какая-то длина КА. Отлично. И что значит, что здесь Д, здесь КД, здесь А, здесь КА? А очень просто. Это значит, что когда я вот так вот проведу, то у меня будет параллельность. Если вот эту точку обозначу Н, то КН будет параллельно АС. То есть, оказывается, возникает параллельная линия естественного указа. Если я нижнее основание разделю в отношении 1 к К, то тогда из-за того, что здесь 1 к К и здесь 1 к К, будет параллельность МК параллельно ВД. Из-за того, что здесь 1 к К и здесь 1 к К, будет здесь КН параллельно АС. И вот теперь решить задачу намного легче.